Пришла весна, вы нажали кнопочку кондиционера, подул прохладный воздух, но тут же перестал. Почему радиаторы обязательно мыть хотя бы один раз в два года, и почему это нельзя сделать на обычной автомойке? На первый взгляд, по приборам и стрелочкам всё в порядке, но это не совсем так, точнее совсем не так. Вентилятор системы охлаждения работает на полную мощность. Гораздо чаще, чем если бы всё было бы исправно, и он работал гораздо бы реже. Скажете, ну и бог с ним, с этим вентилятором, пускай работает, куплю себе новый. Помимо вентилятора, системы охлаждения страдает масло, масло в двигателе. Как оно страдает? Оно перегревается, теряется его вязкость, оно становится более жидким, и, соответственно, могут появиться задиры в моторе. Скажете, ну и бог с ним, с этим мотором, не так уж он мне и нужен. Но помимо мотора, также страдает ещё и коробка передач, потому что масло также недостаточно охлаждается, теряется его вязкость, и, соответственно, теряется давление внутри коробки передач, автоматической либо роботизированной. И, соответственно, коробка передач выходит из строя. Но вы скажете, да у меня общая механика, и мне всё равно. Помимо мотора, коробки, из-за грязного радиатора охлаждения воздуха, интеркулера, некорректно работает система турбонаддува. Из уравнения Менделеева-Клаперона мы знаем, что при равном объёме, но разной температуре воздуха, меняется его плотность, а в результате его и вес. И, как результат, количество кислорода, попадающего в камеру сгорания. Короче, чем грязнее ваш интеркулер, тем хуже едет ваша машина. Да и фиг с ним с этой турбиной, у вас может быть вообще атмосферный мотор, и всё у вас в порядке. Ну и самой подлой, наверное, неисправностью является система кондиционера. Радиатор кондиционера, в него попадает газ в газообразной форме, и в радиаторе, который совсем не радиатор, а называется конденсатор, вследствие процесса конденсации, должен превратиться в жидкую форму газа и дальше попасть в ресивер. Но он из-за забитых сот ламелей конденсора не конденсируется. Как результат, у нас повышается давление в системе кондиционера, и, как минимум, у нас может взорваться напорный шланг системы кондиционера от компрессора до радиатора. А как максимум, может заклинить компрессор кондиционера. И если у вас клинит компрессор кондиционера, то компрессор стоит в среднем от 20 тысяч рублей. Также при его выходе из строя необходимо менять ресивер с радиатором, они самые дешевые от 5 тысяч рублей. И плюс работа по замене вышеперечисленных деталей. Но прям так уж и обязательно это все делать именно один раз в два года. А как проверить, забиты ли на самом деле радиаторы или не забиты? Посмотреть между ними? Ну, если у вас автомобиль в АК-группы, то нет, у вас не получится заглянуть между радиаторов, где спрятана самая основная грязь. Что же тогда делать? Все очень просто. Процедура занимает буквально 10 минут, и в нашем сервисе она абсолютно бесплатная. Подключается манометр к напорной магистрали системы кондиционера. Заводится машина, включается кондиционер. И как раз таки по давлению системы кондиционера мы понимаем, что у вас происходит в радиаторе кондиционера, в конденсаторе. Если как раз таки вот этого процесса конденсирования не происходит, то это говорит о том, что кассета ваших радиаторов, она забита. И мыть тогда это обязательно.